МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 57 человек, которые приняли участие в этом году в данном конкурсе, они тоже все победители. Они победили себя, они показали себе, на что они способны. Они научились друг у друга общению, обучению. И с новым потенциалом, с новой энергией, с новыми желаниями обучать наших детей, я думаю, они приходят завтра в школу. Первым делом участник показывал визитку, где представлял себя. Далее открытый урок, где конкурсант проводил занятия в присутствии жюри. Еще одно испытание – публичное выступление, где молодые люди должны были ответить на вопросы и подискутировать на определенные темы. Лично для меня самое простое состязание – это было конкурсное задание, учебное занятие, потому что каждый день ведешь уроки, и кажется, что это легко. Самое сложное – это публичное выступление. По итогам конкурса победителем в номинации «Молодой учитель» стала Яна Осина, учитель физики из губернаторского лицея. Лучшим педагогом-наставником города жюри признала учителя русского языка и литературы гимназии номер 33 Ирину Малышеву. Лучшим молодым руководителем дошкольных образовательных организаций стала заведующая детским садом номер 85 Елена Башарова. Победу в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» одержала педагог Центра детского творчества номер 2 Елена Стеклова. В номинации «Молодой руководитель» победу одержал директор школы номер 27 Андрей Чаечуков, за плечами которого победа на всероссийском этапе конкурса в номинации «Молодой педагог» в 2015 году. Для меня, наверное, сложным заданием было подготовить образовательный проект. Это, прежде всего, связано с тем, что проекты, как долгосрочные такие инициативы, они формируются и воплощаются в течение достаточно большого промежутка времени. И здесь, когда я готовил свой проект, у меня встал вопрос именно с тем, как реализовать свою задумку, которую я хочу предложить, потому что я не хочу разговаривать голословно, мне хотелось бы опираться на какие-то факты, которые можно было представить. Победители и призеры конкурса представят наш город на областном этапе конкурса профессионального мастерства. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ.